Сегодня в Украине день траура по погибшим шахтерам. Напомню, вчера в результате взрыва на шахте Степна, этого Львовской области, погибли 8 горняков. Еще 21 получили травмы. На самой шахте продолжают выяснять причины произошедшего. С последними новостями из Львовской области с нами на связи моя коллега Галина Якушко. Галина, приветствую, мы тебя слушаем. Государственные флаги приспущены не только на госучреждениях. На всех работающих шахтах Львовского, Лынского угольного бассейна люди собираются, чтобы почтить память горняков минутой молчания. В вестибюле шахты Степная, стенд с фотографиями, их 8. Вчера была их последняя смена. Самому молодому, 19 лет, шахтеры смотрят на фотографии товарищей и шепотом обсуждают случившееся. Да, что вы говорите, загазирована была, это еще шахта, ужасно. Видите, какая сейчас техника безопасности в всех шахтах, как оно делается. Давай, если больше ничего не знают. Такого количества жертв на шахтах в Западной Украине еще не было. Степная самая молодая из здешних и самая крупная в Европе, говорят в шахтерском профсоюзе. Вот только с финансированием беда работники не раз выходили на акции, требуя выплатить зарплату. До сих пор они не получили денег за январь. О том, где находятся пострадавшие от взрыва шахтеры и в каком они состоянии, расскажет моя коллега Инна Белецкая. Андрей Алиник вчера потерял напарника. Он мог не спускаться в шахту. По традиции, в день рождения горнякам это разрешают, если показать начальнику паспорт. Но паспорт Андрей забыл. Потом был взрыв. Алиник оказался в 30 метрах от эпицентра. Мой напарник был 5 метров ближе. Он не видел. Мне просто поверло, что я буду эпицентр вернутый спиной. Когда пошла хвиль, то меня поклавло. Я в тот момент только думаю, что дочь меня не будет пометать, как дать. В ожоговом отделении 8-й городской больницы Львова 20 шахтеров тяжелых нет. Как и почему произошла трагедия. Главная версия – внезапный выход метана. О нем говорят все работники профильного министерства и дирекция шахты и профсоюза. Вот только можно ли было этого избежать? И не было ли сопутствующих причин? Предпочитают отмалчиваться. Финансирование сегодня, если брать охрану работы, с державного бюджета у нас в 16-м году, финансирование почти 0%. Что могло заповестить? Тут тяжко сказать. Давайте мы не будем наперед ничего такого думать, выгадывать. Старое обладнение. Финансирование на обладнение ноль. Абсолютно. Кобеля старые. Кобеля изоляции послужена. Я так думаю, что десь мы чуть-чуть коротнули, и все, и встал все равно. Сегодня под землю спускаются только горноспасатели. Эксперты пока не могут. На участок, где произошла трагедия, все еще прибывает вода. Еще одну, пусть не прямую, а косвенную причину произошедшего, озвучивает глава Львовской облгосадминистрации. Так же будет расследоваться одной из версий работы по увеличению облгосадминистрации и разработке новой лавы, которая велася в стволе шахты Степова. Я не могу делать выяснения про прямую зависимость блокады и аварии, но то, что мы должны на Львове гилье наращивать облгосадминистрации для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Украины, это очевидно. Замминистра парирует, в связи никакой. Вчера, мол, уголь вообще не добывали. Поэтому коридору шахтеры идут в забой. Стройные ряды полок с респираторами и самоспасателями. Это средства индивидуальной защиты. Их срок годности истекает через два месяца. Мы говорили с Гройсманом, что Гройсман должен выделить 200 миллионов на закупивание этих респираторов. Правительство уже пообещало, что выделит 200 миллионов на средства индивидуальной защиты шахтеров и, наконец-то, выплатит январские зарплаты. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Львовская область.